Я по этому поводу, прочитая стишок, который я уже, по-моему, читал, я на юбилейных концертах, я его написал себе в «Утешение», когда понял, что уже всё через несколько дней будет 80 лет. Уходит март с угробок снеговых, кончается мой век, остатки сладкие. Я пережил родителей моих, что уходили на восьмом десятке. И в телефонной книжечке моей всё больше цифры закрывает прочерк. Я пережил своих учителей, Самойлова и Слуцкого и прочих. Немного от доказательств моих живых осталось двое или трое. Будописание, школьник лет, былых, необратимо, как эпоха трое. И всё-таки доступнее мне пока На склоне, что снижается пока-то И женский смех, и звонкая строка, И пламя отгоревшего заката Вселенной законный серебро. И океан от оста и до веста. И непонятно, почему в метро у меня молодые выступают местные. Мы стали традицией, мы займёмся одной из самых старых моих песен, которые чаще всего начинаем наши встречи с далёкого 58-го года. Тихо таят, как шершит снегопад, Сучья трещат на огне. На эти часы, когда все ещё спят, Что вспоминается мне? Нево далёкого просит, давние письма домой. Царствие черготочных солнцем, Быстро сменяется осень, Долгой полярной зимой. Снег, 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 Снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится, А на берегах замерзающих рек снег, 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 снег. Над Петроградской твоей стороной Вьётся весёлый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, Ляжет в уши пионом. Тронул задумчивый диней Гвозд твоих светлую преть, И над парварами лилий, По ленинградскому синий Вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится, Он не коснётся твоих сонок, Но вот и век. Снег, 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 что тебе, милая, снится? Над тишиной замерзающих рек снег, 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 Долго несётся твоё с берегом, Ветер поёт на пути. Через туманы, морозы, пурку Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнётся, Наших стоянок огни, Плави пешком, как придётся, Петь с них тебе не берётся, Даже в нелёные дни. Снег, 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 Снег над тайгой кружится, Вьюга заносит следы Наших соней. Снег, 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 поусть тебе нынче присылится, Залитый солнцем отзывный перегон Завтра в дождь. Остро в течение дня – это одна из самых первых песен, Одна из самых последних песен. Как пишет губерманк, любовную жизнь не охладев, я погасил свою жару, мне еще смотрю на нежных дев, а для чего уже не помню. Значит, тем не менее, концерт у нас идет по общим правилам, значит, по заявкам, пишите заявки, и они все, как правило, могут выполняться. Поэтому программа наперед не оставляйте, идет свободный, как бы, значит, разговор. Вот. А на этом из последних песен мы можем спеть чего? Вот это, да. Тем более, да, не пели. Тем более в Питере и то, что вчера вернулся из Питера. Белый ладожский лед под мостами плывет, как влюбленному сердцу помочь. Патефон за стеной шумный бал выпускной, и за окнами белая помощь. Торопись же, покуда поют соловьи, пока счастьем наполнена грудь. Ведь от первой любви до последней любви все короче становится путь. Торопись же, покуда поют соловьи, пока счастьем наполнена грудь. Ведь от первой любви до последней любви все короче становится путь. Ты, как хочешь, живи, куда хочешь плыви, одного лишь дружок не забыть. Что от первой любви до последней любви все короче становится путь. И, как хочешь, живи, куда хочешь плыви, одного лишь дружок не забыть. Что от первой любви до последней любви все короче становится путь. Вновь дорога ведом, покидаешь ты дом, все начать собираясь с нуля. Но стучит метроном и кружится окном, первый снег, пусть делая поля. Сколько душу надежды свою не трави, не сумеешь судьбу обмануть. Надо первой любви до последней любви все короче становится путь. Пусть Не сумеешь судьбу обмануть. Но от первой любви до последней любви все короче становится путь. Ну и совсем последняя песня, вот так это нет, это была песня исторического цикла, преподмененного царя, может распеться. Она нигде не записана. Как священник говорил нам на медне, будто в царстве государстве с соседнем, где холодная вечерняя заря, подменили немцы нашего царя. И в палате государевой тронной самозванец тот сидит подмененный. Подмененный нами правит на Руси, Господи, помилуй и спаси. У него просто людей на ручищи, И воняет от него табачищем. Величать себя на западный манер, Словом раннем он приказывает хер. И живем мы все теперь, как в тумане, Преогти Христа в этом обмане. Кто сегодня нам сумеет дать ответ, То ли русские мы нынче, то ли нет. Кто сегодня нам сумеет дать ответ, То ли русские мы нынче, то ли нет. Нам сказал святой отец на обедне, Будто в царстве государстве с соседнем, Там, где солнце закатилось за моря, Подменили немцы нашего царя. Там, где солнышко садится за моря, Подменили немцы нашего царя. Там нигде не записаны. Еще одна ирическая песня, Где нигде не записана, Это самая... Вот не это. Позвучи не могу? Тут Талеки вокзалам. Забыть не могу Повторяя наивно эти слова Обогнули мы землю ни разу, ни два Мы искали приют и вблизи, и вдали Но нигде мы его не нашли И у края крыла загорались огни И команда была, пристегните ремни И искали мы место под этим крылом Где построим когда-нибудь дом И у края крыла загорались огни И команда была, пристегните ремни И искали мы место под этим крылом Где построим когда-нибудь дом Не твердите ведь часто, что век за спиной Что прошло наше счастье давно стороной И все ночи жизни, и в жизни иной Буду жить я надеждой одной Что минуя туман и облачный дым Мы в далекие страны с тобой полетим И веселую песенку вместе с твоем Что когда-нибудь будем вдвоем Спасибо Спасибо Ну что, начнем у нас со списка, да? Мечтать за 40 лет глупо Но в 78 Стокгольма жизнь только начинается И вы знали ли желание Изменить некоторые цифры В своих песнях? Знаете, это, по-моему, когда Гёте Закончил Фауст Ему было что-то такое Он бы еще молодой Не более 60 И он не сказал А сколько лет вашему Фаусту? Он сказал Старик где-то за 70 Когда Гёте было 75 Он сказал Старик был далеко за 80 Даже цифры проходит Прошу вас вспомнить песню Стокгольма Давайте Проживаться В городе этом далеком Море синеет из окон Облако в небе, как локон Сосны скалы вокруг Если сыркать тебе в окон Ты в невезении глубокон В городе этом далеком Руку подаст тебе друг Если судьба к тебе в окон Ты в невезении глубокон Если судьба к тебе в окон В городе этом далеком Руку подаст тебе друг Здесь не лугай, не степи Горы смыкаются в цепи Сон до тримации Сети Приплечется волну Храбрая девочка Пепа Славная девочка Пепа Рыжая девочка Пеппи Слой на темное пчелок. Храптая девочка Пеппи, Славная девочка Пеппи, Рыжая девочка Пеппи, Слой на темное пчелок. Все в ее жизни прекрасно Есть от болезни лекарства, Есть от решительных частов, Сад и решительных част, Вдруг твой испытанный кальцем, В меру впитанный кальцем, Спрашив, слетающий кальцем, Верную руку подаст. Вдруг твой испытанный кальцем, В меру впитанный кальцем, Спрашив, слетающий кальцем, Верную руку подаст. Скажут, кого не спросят, Скоро окончится осень, Быстро кончается осень, Лыжи и санки готовы. Даже в 78, даже в 78, Даже в 78, Хочется верить в любовь. Даже в 78, даже в 78, Даже в 78, Хочется верить в любовь. Я пою эту письмо вспоминаю, как в далеком 64-м, что ли, году, я приехал в Москву и позыкался с тогда неизвестным автором, еще не печатавшимся писателем, замечательным Эконом Анчаровым. Он дал мне почитать свою роман свою «Теорию невероятности», которую не печатал, а никто, на прекрасной бумаге страду читал. Я прочитал первую строчку. Недавно я влюбился. Я такой Юлий, у меня 40 лет, я думаю, старый хрен. Что он пишет? 40 лет! Какая любовь! В Ленинграде, в одном из театров обсуждалась пьеса, которую можно будет ставить по «Хэлла Джуди» и «Любовь Непония Ленина» с моим соучастием, про один мой старый роман, ну, тут есть серия такая в фильме «Новызеландия» в 74-м году. И, значит, и там во втором акте, я уже в современной прилетаю, значит, жили я на Глингтон и встречаюсь с своей бывшей подругой, и там, значит, по ходу пьесы мы с ней обнимаемся и садимся, значит, на кровать в ее доме. И главный режиссер говорит, вы что, с ума сошли? Да что ж такое? Вы с ума сошли? С ума сошли? Какой секс в 75 лет? Вы что, с ума сошли? Так. Так, это мой режиссер? Замечательно. Потому что, да, уже перепутываются. Потому что, от нас туда приходят, а тут исходящие. Так. Опа, тут целый список. Так, спасибо. Ну, давайте с этим начнем. Донской монастырь. А в Донском монастыре Зимнее убранство Спит в Донском монастыре Русская дворянская. Спит в Донском монастыре Время птичьих странствий Время птичьих странствий Спит в Донском монастыре А в Донском монастыре А в Донском монастыре А в Донском монастыре Там и птичьих странствий Там и пиковые спят С кем нам есть? А в Донском монастыре А в Донском монастыре А в Донском монастыре А в Донском монастыре Сладко спится А в Донском монастыре А в Донском монастыре after the universe The Под Дымом отпавших знамён Мало пробоват Битвы жестокой Стан последний вчера Пусть он, и вступают враги в Севастополь, Израненный молвит солдат. Спотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, В небе мессеров хищные снаи, Вдох уходит последний моряк. На гробейную мухту оставив, И твердит он, смотря на закат. И на берег покинуты узкие, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год, Слово небо туманным гриста, Я ступаю в последний бюльбот, Покидающий кровскую пристань, И шерчье прищурив глаза. Не скрывая неброженной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Хорошая заявка. «Ебимая песня научных работников». Без показателей. «Ебимая песня». «Ебимая песня». «Ебимая песня». «Ебимая песня — это не только научных работников». «Ебимая песня». Горевычное моё поколение, Нам глобальное грозит подземление. Нас пугает гриб свиной гиблой зоною, Угрожает нам дырою озоною. Нет печальнее народ этой повести. Назаду, чтоб герман в жарком поясе, Назаду, чтоб герман в жарком поясе, На горах растает рёд, и на полклюзе. За окошками петла косородица, Выбежит с моря вода, не воротится. Все сами от города затопить алак, Скинет Лондон без следа вместе с Питером. Нас пугают от утра и до вечера, Но мы, как детвора, все доверчивые. Как нам быть, чтобы не сгинули? Быстро мы чеш-трепу президенты с министрами. Я кривлю водки рота над эпохою, Что озон, что углерод, все мне пофигу. Не желаю знать о том, что удобно я, Не хочу глотать потом водку теплую. Легковерные земли население Нам глобальное грозит оглупление. Принимаем всё всерьёз, что не верится, А на улице мороз и петельница. Пиратская Шестьдесят третий год, Борт русского Новгородска, Крызоштеп, Северная Атлантика, Ревущие сороковые. Шестьдесят третий год Шестьдесят третий год, Борт русского Новгородского 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 Или когда мы не урём, пока Качается светило нас на сяби Или когда мы не урём, пока Качается светило нас на сяби Вёт ведь была попутный ветерок Носок в рогах жрёбнется релье И если ясный солнечный денёк В последний раз за пляжом панерея Мы вас совсем ухватим за вага Мы к вам придём ненобрыми сяби Или когда мы не урём, пока Качается светило нас на сяби Или когда мы не урём, пока Качается светило нас на сяби Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но, наверное, когда я ничего сказать не могу на этот счёт И он не консультировался с научным сотрудником Но, наверное, любовь к этой песне не ограничивается научными кадрами Она раздушует Даже как и жене французского поста 70-й год, республика Сенегал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как и жене французского во сне Повы и жена французского поста Крокодилы, пальмы, бабы И жена французского фасла Дорогие братья и сестрицы Чтоб огонь сделались со мной На всю мне сон один и тот же слиться Широкой, красный и цветной И в жару и в стужу, и в генасте Все сжигает обмелено тла Прям постель распахнутая настежь И жена французского фасла Прям постель распахнутая настежь И жена французского фасла Аплодисменты 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 Календарь Иванович Аплодисменты Аплодисменты Третий, четвертый, пятая, по-моему, серия, нет, шестая, пятая деревянная гражданная. Шестая серия называется «Наматерик» по песне моей. И она причина памяти, вообще памяти возникнов Сталинского гулага на крайнем севере. И там вот эта песня, там идет такой клип, идет эта песня, летят журавли, он был с хроника Лесопова-Лагерного и так далее. Потом снова летят журавли, потом кресты питерские, терморут наши страшные. И опять летят журавли, и бровным планом памятник Михаила Шемякина, жертвам Сталинского режима, цфинксов со скелетом соединенным. Вот это стоит напротив крестов на леве. И вот такая песня, памяти сотен тысяч людей погибших на деревьях за полями. Нам ночами юнскими не спать на сене, не крутим нам под комнатами сладкий дым, папирос, перевернутые ангелы. Летят осене, их нежные крылья, обжигает мороз, перевернутые ангелы. Летят осене, их нежные крылья, обжигает мороз. Опускаются ангелы, на крылья встали и на храмах погибнутые. Ночуют они, а на утро снимаются в полет свой танец, потому что короткие весенние дни. И когда ветры теплые в лицо падают, в лицо падают, и от линии последней ты свой выронишь лом. Это значит, на век твою пошу седую осенит избавление лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, подальним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг, перевернутые ангелы. Летят осене, их тяжелые крылья, нам тундрой поют. Перелетные ангелы летят осене, и тяжелые крылья над тундрой поют. Летят осене, их тяжелые крылья над тундрой поют. Летят осене, их тяжелые крылья над тундрой поют. Так вы там еще побывали после этой песни? Да, побывал в Калифорнии, последний раз там был где-то летом на фестивале «Полуострова». Там есть фестиваль русской авторской песни, когда меня тоже приглашали. Так. Номер «Отвартирник». «Клинись, Рассказы, Престуда» и «Редко столпеть». Хорошо, значит, где-то в конце прошлого века, в «Майородном Питере» еще, должны были, наверное, в фильме строить кинофильм, в связи с юбилеем трехсотедневного со дня рождения Петра Великого. И мне были сказаны песни к этому фильму, это был еще в советские времена, как вы понимаете. Меня позвал режиссер и говорит, значит, так, первые титры фильма идут на фоне мачта, «Усть и Невы», начало восемнадцатого века, тысяча третий год. «Народ строит флот», заказано стоп топора, ты должен написать мне песню строителей русского флота. То есть, как ты понимаешь, русскую народную песню, начало восемнадцатого века. Ну, это, говорит, вроде как всякий дурак может почему-то отрешить песню народную написать. Но мне надо, чтобы в этой песне была информация, когда у меня по фильму пойдет, значит, запиши, что надо включить в эту песню. Первое. Надо отразить технологию строительства парадского флота. В песне. Замечательно. Второе. Он так для меня критически глянул и сказал, как ты помнишь, в тролле флот православные мужики, они сомнительные мусульманируют тебя. И вот тоже про христианскую религию, про православие, надо что-то мягко, но положительно отрешивать. Это было те времена, когда еще все было под запретом. Потом по секретаре обкома бывшие понавесили на перцах крестов, когда еще был немоден. Третье. Как ты помнишь, строители крепостные гибли там и все, там тысячи, значит, тяжкий гнет крепостничество. Должно найти отражение и усить свою неприглядность в песне. Четвертое и самое главное. Я твои песни подслушал, я только думаю, что ты не справишься. У тебя песня унылая, интеллигентская, вот это все не горится. Песня же вот лихая, озорная, хулиганская, чтобы сразу стало ясно, что написали настоящие живые мужики в 18-ти веке, а не тохлые, интеллигент 20-х. Да, ой, говорит, да, но все, озорство и хулиганство на полном серьезе должны просматриваться. Национальное самосознание и горность народа, как привыкли в морские просторы, понял? Да, вы не уходи, чуть не забыл. Война со Швецией была, не забудь отразить. Я ушел в полном прогрессе, потому что, что ты понимаешь, что никаких мегабайт не хватит, чтобы все это, значит, отразить. А песня должна быть короткой. Как быть, не знаю. Короче, я хотел там, что-то, не пил, не пил, что-то сделал. Пока я это все делал, выяснилось, что фильм уже запретили. И доложили Брежневу, он сказал, на сцене у меня неловкое положение. Не предупредили, что Федор Агайцу царь. Но раз царь, то ты что, тиран, ня-ня-ня, никаких фильмов. Все закрыли. Осталась эта твоя песня, как беспризорная народная песня начала 18 века. Недолго, да, так, никому она не нужна. И вдруг, значит, 96-й год, 303 Тираловского флота, юбилейный торжество в Москве и в Питере, имена зовут Питер. И, значит, в огромном зале Октябрьский концертный зал Новиковки идет заключительное торжественное заседание. 4 тысячи человек, все будет в комнате набито. Первый выступал тогдашний министр Шернобыльзин, по-моему, был. Второй был главком Грома Володбиралов, сейчас помню. Третий был, и я говорю, или еще Собчак, уж не помню. Нет, все-таки я говорю, губернатор наш питерский. А четвертым выпихивают меня. Выяснилось, что за 300 лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвящен строительству русского флота. А дальше было следующее. Мы с моим аккомпаниатором при абсолютно отключенных микрофонах стоим и что-то изображаем. А, значит, в динамиках усиленной электронной мощности гремит запись этой песни, которую уже записали. Вот, народные инструменты, трубы настоящие, оркестр, пушки стреляют настоящие. От давящего эффекта за нашими спинами на огромном белом заднике сцены, как на экране, шли в это время с выключенным звуком кадры из старого генофильма Петр Первый, где русские грудные образы, шведские фрегаты. Эффект был чудовищный. В зале все на ушах стояли, да? Но я... У нас тут этого нет, ни фрегатов, ни пушек, ничего. Вот единственное, что можете проследить, как я выполнял все задания, поставлю мне сыром режиссером. Итак, пусть теневы, начало восемнадцатого века, за кадром струк топора народ строит флот. Мы, народ артильный, дружим с топором, в рощи корабельной сосны подберем. Эх, православный глянка, сберем народ, погляди, как варка, полнорю, ребят. Православный глянка, сберем народ, погляди, как варка, полнорю, плывет. Отсенюсь зарею, знаменем Христа, вызвалю сволою крепкие борта. Эх, православный глянка, сберем народ, погляди, как варка, полнорю, плывет. Православный глянка, сберем народ, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова